12 заповедей руководителя я это разработал именно для свои руководители которые помогают мне мне в разные мои компании честно скажу вам когда я начинал передавать руководство компания сама на милицию или спирт вот который мне помогает это мой правый рука очень хороший парень которым горжусь он очень хороший парень супер ученик и когда передавали ему воду руководство я расписал это 9 12 заповедей именно для него именно для него писали эти 12 заповеди чтобы он мог на чего ориентироваться и от чего исходить на чтобы работу как руководителя вести грамотно чтобы ему было легче работать удобно работать а потом это я обучал своим ученикам которые индивидуально учиться у меня а потом этого обучали еще многим бизнесменам которые консультируют я начали видеть что насколько это необходимо и поэтому я обучал все свои руководителя которые руководят моей компании я хочу спросить у вас кто такой руководитель как вы думаете кто такой рука водитель это человек который главный человек который ответственен за результат потому что работа руководителя работ они руководителя всегда оценивается конечным результатом за результат всегда несёт ответственность только руководитель. Если где-то что-то не так получилось, что-то не так пошёл, сотрудник не мог делать или кто-то там чего-то, помните всегда, за это в ответе только руководитель. Только руководитель в ответе за любой результат. Больше никто. Потому что он взял такого сотрудника. Он держит рядом с собой такого сотрудника. Значит, это его вина. Он должен справиться с этой задачей. Первый, самый первый заповед, это стратегически планировать, как вывести компанию на новый уровень, независимо от уровня, на котором она находится. Что помогает компанию прийти на новый уровень? Сейчас, подождите чуть-чуть, я дам время для вопросов. Вот, вы напишите, чтобы не забыли. Вот, самая первая вещь, которую должен уметь делать руководитель, он должен уметь стратегически планировать. Он должен понять, у него должно быть видение, как компанию принести на новый уровень. И не имеет значения, эта компания успешная или неуспешная. Не имеет значения, в дальний момент компания в минусе или в плюсе. Главное, он должен уметь стратегически, вот это понять, как это делать, как это довести. У него должно быть четкое видение. Почему мы в самом начале, первый заповед начнется от стратегического планирования? Потому что, если нет стратегии, значит, нет видения. А если нет видения, значит, нет плана. А если нет плана, значит, не будет результата. Я недавно сильно задумался, сильно задумался о том, что государство СССР... Революция Октября была в каком году? В 1917 году. В 1917 году была революция Октября. То есть, это означает, что большевики победили, и формировалась вся граница СССР. И вот, получается, в 1941 году, или в 1940, началась война, да? В 1940 годах началась война. Эту государство было всего лишь 22-23 года. Это молодое государство. Такое государство, как сегодня, как мы разделились все государства, посмотрите, все, после распада СССР, разделились много государств. А вот много ли мы сейчас успели за эти 26 лет сделать? Почти что еще не пришли в себе. Почти что даже еле-еле как-то не будут находим свою дорогу. Вы внимания обратите. Еле-еле находим свою дорогу. В 26 лет. А тогда это государство было 22-23 года. И это государство выиграло мировую войну. Подумайте, что помог СССРу выиграть. Такое молодое государство выиграло войну. Можете в чате писать. Сильный руководитель. Стратегия. Еще. Дух и сплоченность. Планирование. Дальше-дальше. Пожалуйста, все пишем. Помните, что у многих людей было разной национальности. СССР состоялся из 15 разных республик, которые абсолютно разные менталитеты держали. Абсолютно разные религии, культуры. Это похоже, как сегодня у вас 15 человек в команде, и вам надо компанию сделать победителем. Вот, дорогие мои, вот что я хочу вам сказать. Была очень правильный стратегический план. Как вы думаете, когда СССР понимал, что он будет выиграть войну? Именно когда он понимал? Потому что по тяжелым артиллериям, по вооруженности у Германии было больше сил. У них было больше танков, у них был самый последний модел ракеты, последний модел самолетов. У них было очень много. Сталин еще знал об этом в 40-е годы. Да. Почему знал в 40-е годы? Потому что у него что было, когда наступала Германия, у него был четкий план, как выиграть эту войну. Кто начал меня понимать сейчас? У него был конкретный стратегический план, как выиграть эту войну, план действий. Я хочу сказать, что если руководитель, вы встречаете руководителя, и у него нет плана, помните, что эта компания банкротится. Это бизнес рано или поздно банкротится. А если этот руководитель вам говорит, что у меня план в голове, поймите правильно, что этот руководитель действует по законам. Вот сыганки же есть, которые на улицах гадалками занимаются. Гадалками занимаются. Когда вы составляете стратегический план, там будут изменения, там будут ошибки. Но конечный путь, вы будете постоянно не цель поменять, вы будете поменять какие-то, можно сказать, дополнительные действия, дополнительная корректировка стратегии. Но вы цель меня не должны. Пути к нему надо поменять. Я повторяю, когда у вас будет четкий стратегический план, конкретная цель, вы не цель должны поменять, когда не получается. Когда не получается, надо поменять что? Пути к этой цели. Тактику надо изменить. Стратегию надо совершенствовать. Разными другими способами, другими ресурсами. До тех пор, пока цель не будет достигнута. Поэтому первый заповед – это стратегическое планирование. Год начинается сегодня. Можно сказать, уже ямвар начинается сейчас, уже год. Рекомендую вам расписать стратегические видения и под каждое видение разделить стратегические цели. От стратегических видений рождается стратегические цели. А потом от стратегической цели раскидать план. И от каждого плана раскидать задачи. И на каждой задачи оставить сроки, и на каждой сроке, и на каждой этой задачи определить ответственного лица. Только тогда ваш стратегический план, она будет реализована. Цепочку не забудьте, пожалуйста, которую я только что повторил, потому что это все имеет большое значение. Припутишь, она не работает. Я сейчас по эти 12 заповедей, чтобы мы все успевали пройти, потому что каждый этот заповед у меня отдельный тренинг. На каждой этой заповеди у меня отдельный 6-часовой тренинг почти. Я буду почаще говорить и пройти, чтобы вы четко для себя определили. Повторяю, от стратегии рождается, что сначала стратегическое видение надо писать. Что такое стратегическое видение? Что я хочу, чтобы иметь мой бизнес или иметь мою компанию по окончании года? Мы сознательно перемещаемся к концу года и сдаем себе вопрос. Где я хочу быть к концу года? Что я хочу иметь к концу года? И тогда у нас появляются мысли. Мы начнем это оформить, раскидывать на бумаге, как видение. То есть мы видим, что было бы здорово, если бы по концу года было бы вот это, вот это, вот это, вот это. А потом от каждого видения формируем стратегические цели. Видения это будут общие, а цель это конкретные уже, четкие, конкретные, которые можно измерять по либо объемам, либо по количествам, либо по стоимости, либо можно его почитать по штукам, либо по последним отношениям, и по срокам. И все должно быть определено, и оно должно быть реальное, невоздушное, ненадутое, реальное. И должно быть какая-то причина, почему это мне нужно. Без причины цель не реализуется. Цели, которые нету реальной причины в них, они не реализуются, потому что они не вдохновляют. Вот. После стратегической цели от каждого цела, вот здесь какая-то цель, от него рождается план. Вот этой цели. Потом из этого плана рождаются задачи. То есть, решая несколько задач, ты видишь, что ага, ты исполняешь план. А вот эти задачи, под них надо ставиться сроком. Потому что если они, эти задачи, своевременно не исполняются, ты план не исполняешь, ты не успеваешь план исполнять. И под этим ты определяешь ответственное лицо, кто должен контролировать результат каждой задачи, чтобы задачи были исполнены своевременно, чтобы по итогам план был исполнен, чтобы по итогам исполнения плана цель была достигнута. Субтитры создавал DimaTorzok